Кто бы мог подумать, но будущие юристы, экономисты, творческие люди. К романтике располагает обстановка в молодежном лагере. Такой же романтичной представляется работа на радио. То, как общаются ведущие в эфире, то, как они себя подают. Есть в каждом ведущем каком-то на радио, есть какая-то изюминка, фишечка, из-за которой его очень интересно слушать. В процессе знакомства, казалось, случайных людей на встрече с радиоведущими нет. Кто-то учится на факультете журналистики и уже попробовал свои силы за пультом. Кто-то поет и имеет все шансы стать профессиональным диктором. Совет от Липецк-ФМ как нельзя кстати. Если вы один на один с микрофоном, и между вами нет больше ничего, и нет никакой картинки, и за этим микрофоном вы понимаете, что тысячи людей, для которых вы говорите здесь и сейчас, и вы не имеете права на ошибку. То есть вы говорите, и вы должны это делать искренне. Искренне, никак по-другому, ребята читали отрывки из предложенных им книг. Так радиоведущие решили проверить, кто на что способен. Решив узнать, какая будет погода, они взглянули в небо. В завершении самым радиоактивным аплодисменты и дружеское фото на память. Анна Ледовских, Валерий Фаустов, Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова